Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры! Сегодня мы записываем передачу в Великий праздник христианский – Богоявление Крещения Господне. Великий праздник, и у нас сегодня большое событие – официальное открытие галереи «Бронзовое чудо». И день сегодня чудесный в Москве. Много снега, морозец, солнышко. И вот события в культурной жизни, я не побоюсь сказать, не только Москвы, но даже и России. Вот еще один православный русский уголок с великолепным вкусом. Ну, вы сейчас все сами, впрочем, увидите. Владелец этой галереи, руководитель проекта «Исполины духа», вы его хорошо знаете, он часто бывает у нас на передаче, потому что он наш попечитель. Это Николай Владимирович Тырин. Николай Владимирович, здравствуйте, с праздником! С праздником! Ниночка, с радостью повторю слова твоего приветствия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы снова с вами и снова в этот удивительный день, удивительный день, когда на Иордании крестился наш Господь, наш Отец и наш самый любимый человек, нами, любимый всем сердцем и всей душой, наш Господь Иисус Христос. И в этот день, когда его крестил, креститель, креститель Иоанн, в этот день мы все еще раз испытываем этот удивительный чин крещения. В этот день, когда вся вода и на Иордании, и в маленькой лужице меняет формулу, становится необыкновенной, и все звери, птицы, все ее пьют. Пьют святую воду, потому что сегодня и вода, и воздух, а это день еще, когда дух святый сошел в виде голубини, это и вода, и воздух, все пропитано святостью, и все святое. И в этот день я верю, что даже наши самые темные мысли становятся светлее. И может быть, по милости Божьей, это и отходит. И вот удивительное чудо, Николай Владимирович, вода крещенская, даже из-под крана, не портится годами. Это я уже убедилась на собственном опыте. У меня есть кувшин с водой крещенской, который стоит уже, ну, лет, наверное, ну, больше десяти. Больше десяти. И вода чистая, хрустальная, аж такая немножко голубая. Вот, в такой день мы открываем официально галерею «Бронзовое чудо». Николай Владимирович, наверное, не все смотрели нашу первую передачу. Немножечко о себе расскажите. Вот, а я хочу подчеркнуть, что вы, вот для меня лично, вы уникальный человек. Чем? Время наше очень такое меркантильное, прагматичное. И вдруг является Николай Владимирович Тырин, который является как бы благотворителем и меценатом. Сейчас это такая редкость, поверьте мне, это редкость, чтобы кто-то помогал так вот бескорыстно художникам, поэтам, писателям. Дай вам Бог здоровья, многое лето, ведь были же такие люди, да революции. Николай Владимирович, ведь Чайковский не был бы в том объеме, если бы не было Надежды Филаретовны фон Мэг. Многих художников не было, не будь Мамонтова, Рябушинского, Морозова. Я могу только сказать, во-первых, Ниночка, спасибо за дифирамбы. И еще я скажу одну ремарку, но очень важную. Ты вот сказала, наверное, не случайно, а по промыслу Божьему. Мы должны знать, что Чайковскому, про которого ты сказала, на самом деле мы отношения, наверное, и графиня фон Мэг помогала. Но главное, кто помогал нашему великому композитору стать тем, кем он стал, это не то, что факт, это безусловный факт. Я хочу, чтобы все об этом знали. Это наш величайший человек, умнейший, позитивный, человек, который во многом сформировал и наше с вами сегодняшнее слово и дело. Это Александр Третий, наш император. Именно он помогал и Петру Чайковскому. Константин Константинович Романов. Нет, мы сейчас, я не знаю, я говорю просто, кто помогал наш государь, Александр Третий. Великий государь. Великий государь. И вот именно мы здесь собрались в галереи, говорим о искусстве, о культуре. И мы должны сказать вот первый раз по телевидению, откровенно, что все знали, что великий государь Александр Третий, который сказал, что у Руси есть только два союзника, армии и флот, этот великий человек и государь понимал, что без культуры Россия будет мертва. И вот во многом заслуга его, и что передвижники, вот эти передвижники, про которых все говорят, что они были там и что пробивались сами, нет. Именно даже те картины, которые они писали, зачастую не самые лицеприятные для государя, но всегда помогал он и тем самым не только сохранил, но и развил нашу культуру. И вот так вот удивительно в этот день мы затронули, может быть, даже не истоки, но то главное, одно из важнейших частей нашей культуры, с чем мы пришли сейчас. Это то, что наши великие государя, хочу сказать, не все, но те, о которых мы вспоминаем и говорим, они помогали не просто культуре, не просто складывали в Эрмитаже вещи иностранных мастеров, а там наложено столько всяких вещей и столько идолов всевозможных, что ростку, ну сказать, православного слова, православной культуры не протолкнулся. А вот именно наша русская культура, вот во многом благодаря, вопреки даже, скажем, тому, что происходило, и благодаря императору. Ну да, при Александре Третьем ведь и музей изобразных искусств Ленин Пушкина был открыт, и потом Александр Третий помогал не только творцам, художникам, поэтам, писателям, музыкантам, но он давал потомственное дворянство купцам, которые помогали. Вот именно за благотворительную деятельность. Да, и про него мы расцвели именно и купцы-старобрядцы, и они понимали, что вот во многом у нас вот сейчас выйдет передача, где вот мы снимаем такой большой фильм о России, о культуре, о судьбах в связи современного, прошлого и будущего, и так вот Господь послал, что я каждый день после Пасхи на Пресвятую Троицу, на праздник Жон Мироносец прихожу в храм Нарагорской составы. И вот это ощущение, когда женщины в белых платочках, вот это необыкновенное чудо. Платочки в Ролусске красиво. И вот это чудо, когда мы были на кладбище, почему-то это говорим на Старобрядческом, где купцы покоятся, и вот эти вот тоже слова, что это те, вот можно сказать, как сказал наш великий поэт Пушкин, я памятник, воззыв себе не рукотворен, так эти купцы, воззвекли мне этот вот памятник, и, как сказать, не памятник, а фундамент, на котором сейчас и стоит наш. Да, русский, именно русский фундамент. Русский, да, то, что русский, она бы никогда бы не пропала бы все равно, но то, что вот этот фундамент стойкий, то, что многие из тех вот художников, о которых мы будем говорить, они вышли оттуда, вышли от той порции. А ваши предки старобрядцы? Нет, мои предки не старобрядцы, да, я просто этот вопрос очень... А почему вы вот занялись этим, ну, вот благотворительностью, открыли Горелие? Я могу сказать, я не знаю, сказать, здесь не только благотворительность, здесь это же те вещи, которые вот у меня, моя позиция, которая сформировалась давно, то, что я, вот то, что мы выпускаем, человек может приобрести, но это даже не приобрести ни в храмах, они не для храма, у нас много кто пишет, какие. Мастерские все, мы... Я именно хочу, чтобы светский человек, просто, обыкновенный мирянин, вот он увидит такое чудо, увидит нашу икону, увидит наш образ. Я имею в виду не только наш, а просто образ. И вот икона в доме, я еще раз подчеркиваю, это уже говорит о том, что человек вот он пройдет, посмотрит взглядом, вот это вот будет, и у него уже душа станет другая. Да, конечно. Поэтому мы хотим, чтобы наши иконы видели, покупали, и чтобы она именно делала человека духовнее. Господа, сегодня на открытии галереи и этой замечательной экспозиции с нами присутствует батюшка, которую вы наверняка знаете, это отец Владимир Силовьев, руководитель издательства Московской Патриархии. Батюшка, с праздником! Здравствуйте! И очень рады вас видеть здесь. Вот скажите ваше мнение об открытии этой выставки, о иконах. Ну, с Николаем Владимировичем Тыриным я уже давно знаком. И все иконы, и все скульптуры, и все экспонаты его выставки мне давно уже знакомы. У меня очень хорошие отношения сложились лично с Николаем Владимировичем. Конечно, среди множества икон, среди множества скульптурных портретов есть более удачные, менее удачные, да, это как всегда. Но в целом поражает обстановка. Обстановка неравнодушная. Да. Это самое главное. Уж его никак не назовешь теплохладным. А какие вот иконы вам, ну, как-то больше к сердцу вызывают молитвенное состояние? Ну, я вообще православный священник, православный человек. Я люблю иконы, писанные иконы. Они все канонические? Все писанные иконы, они всегда являются святыней особой. Почему? Потому что они писались конописцам, писались не один день. И это, как говорят нам богословы, иконописание – это молитва. Поэтому мы видим здесь везде результат молитвы. Конечно, у нас не так много Рублевых, у нас не так много Дионисиев, не так много Симоновых, Шаконов, но много иконописцев, которые вкладывают не только свой талант, но свое сердце, на свою душу, свое понимание, так сказать, горнего мира. И получается вот такое окошко в горний мир. Особенно мне нравится икона Федоровской, как всегда. В любом исполнении она вызывает умиление и утешение. Батюшка, вы сказали о писанных иконах. А иконы, ну, например, резьба по кости, вот финифц мы видим. Ну, финифц – это тоже письмо, да? А вот резьба по кости, по дереву резьба? Тоже письмо. Тоже письмо, да. Только, может, несколько другим инструментом, да. Ну, церковь благословляет, да, такие скульптурные? Скульптурные композиции тоже иконописи фактически, да. Ну да, раньше ведь были медные иконы, да, складни медные. Конечно, и были скульптуры, например, деревянные пермские скульптуры, и не только пермские, да. И я считаю, что они имеют тоже свое место в нашем православном мире. Поэтому вообще скульптуры самые различные, они вызывают интерес и умиление подчас, так сказать. И для нас является очень важным, так сказать, потому что многие, например, знаменитые люди на своем столе держали какие-то скульптурные небольшие композиции. И эти композиции, так сказать, остаются в истории не только как шедевры, да, но и как память о этом человеке, который постоянно находился рядом с ними. То есть это не постоянная экспозиция? Ну, я думаю, что здесь я скажу больше. Здесь есть многие, дай бог, это многие, которые являются достоянием России, то, что человек должен их видеть, что есть настоящие шедевры. Шедевры. А так как мы продолжаем писать, вот мы сегодня будем говорить с этими, с художниками, всем, то, безусловно, какая-то часть будет пополняться, будет меняться, и каждый человек может пройти и купить то, что ему выбрать, то, что ему по сердцу. И даже я скажу больше, я хочу, чтобы это было, это сейчас еще раз подчеркиваю специальных передачей, не для рекламы, я рекламой никогда, мы в ней не нуждаемся, а вот именно, я говорю, в том, что каждый человек может заказать, потому что очень важно, и вот я вижу, у меня много есть икон семейных, и вот я понимаю, как раньше трепетно относились к семейной иконе. Именно я хочу сказать это слово «трепетно». И вот этот трепет, да, к святыне, и вот именно то, что в каждом доме, в каждом православном доме, потому что, когда мы говорим, что каждый человек должен выполнять все посты молитвы, вычитывать, сейчас это трудно, трудно, и можно сказать, даже на первом этапе невозможно, все должно происходить постепенно. Но вот в доме у каждого, можно сказать, русского человека, тем более православного, должна быть именно семейная икона. Семейная икона – это духовная... Родовая икона, да? Семейная, да. Семейная, нет, члена семьи, и что у нее есть, она еще удерживает, я так вот понимаю, это сейчас экспромт, и браки, и отраспада, и чтобы вот когда видел и отец, и мать себя на, из их святых на иконе, это будет их сдерживать. Это вот очень важные духовные скрепы, это вот именно семейная икона. И мы хотим, да, чтобы... Вот у нас есть, с нами работает вообще самая, одна из самых удивительных наших школ, иконописных, и мастерская, откуда вышли. Величайшие наши, да, начиная с Чирикова, с его брата, с тех, которые вот, ну, составляют действительно гордость России. А ростовская финифть, Николай Владимирович, я сегодня оторваться не могла вот от этой иконы, которая, наверное, сейчас она в кадр попадет, финифтяное изображение Матери Божией, и удивительное там оправа еще и костяное, костяное кружево, я бы так сказала. Я могу сказать, вот сейчас так отвечаю, что русская культура, когда я вот еще был давно, не было этой галереи, не было даже и зачатков, честно скажу, мне всегда говорят, вот что ты делаешь, зачем тебе все это надо? Я так полуотшучился, полуосвязывался, говорю, я хочу, чтобы все понимали, что слухи о смерти русской культуры сильно преувеличены. Преувеличены, конечно. И вот то, что здесь мастера из разных городов, даже не только русские, не только православные, здесь совершенно разные мастера, это говорит о том, что вот это наша мать-земля русская, вот это удивительная подпитка, удивительная сила для художника. Вот здесь представлено именно ни один, ни два, ни три, а то, что вот мы собрали, это удивительное чудо. И вот я сейчас хочу сказать, мысль, которую действительно не говорили раньше, которые подходят и к нашей передаче, и к нашей православной тематике. Вот мы говорим слово, да, монах. Что значит монах? Это греческое слово. Мона один. Один. А вот разве он один, монос, если в монастырях их много, да? А теперь возьмем не греческое слово монах, я совершенно не противоставляю здесь, не эти корни, а давайте возьмем наше русское слово. Как у нас называли? Инок. А вот теперь давайте скажем, думайте, если кто будет смотреть передачу, каждый, и передавал другим. Что такое? Инок. Иной. Вот это слово, которое у меня мурашки по коже. Иной. То есть это человек, монах или монахина, инокиня. Это человек, который между небом и землей. И вот мы сейчас забываем, что вот когда мы говорим монашество, может быть, иночество, это те люди, которые родились на земле, стоят на земле, но уже... Но ангельский чин. Ангельский чин. И вот мы хотим, мне вот это говорили, вот что вот, у меня здесь первая передача, вот я хочу сказать, когда еще были наши, мои друзья, близкие, кремлевские курсанты, когда мы ходили, здесь еще в том углу были зеркала, и вот было, можно сказать, так не до конца. И вот в один из дней, можно сказать, ночей, иногда мне ночью, бах, просыпается. Не в сопоставлении с Менделеем, мы все таблицы, но так вот ночью. Вот я помню, что здесь не может быть зеркал, здесь должно быть все такое вот, одинаковое, должны быть иконы. И вот то, что мы создали сейчас, есть много разных магазинов, выставок, всего, но вот то, что здесь это совершенно иное. Вот здесь все, что здесь пропитано, здесь иное. А иное почему? Потому что это именно этот стержень, что находится, что мы сделали здесь, это именно собраны, те достижения, они выстроены, те вот эти вот, сейчас такое слово, я даже могу сказать, оно такое короткое, пазлы. Вот эти пазлы выстроены мозаикой, мы-то там видим, что здесь иное. Мы видим Дух Господень. Какие бы мы не были окаянны, грешны, но то, что здесь находится Дух Господень, я в это верю и не сомневаюсь. А порука, я тебе могу это сказать, порука, это то, что дает силу и почему каждый человек здесь дышит, потому что здесь небесный цвет. Вот это мой любимый цвет. Поэтому и вызывает молитвенное состояние. Цвет и цвет небесный, цвет голубой. Этот цвет, сейчас я не буду марать, мы понимаем, что значит марать, но именно голубой цвет, это цвет Матери Божьей. Чистоты. И вот это то, что здесь мы видим, этот голубой цвет, он раздвигает пространство. Дорогие телезрители, вот сегодня на открытии вот этой замечательной галереи я удостоилась подарка от самого художника. Это Владимир Алексеевич Краснов. Это миниатюра, тончайшая резьба по кости. Владимир Алексеевич Краснов сегодня вот рядышком со мной, справа от меня. И я попрошу вас рассказать вот об этом чуде. Как удается? Это что, какая-то бормашина? Или вот даже можно прочитать текст Евангелия, который у Спасителя? Да. В данном случае это не бормашина, это клепяки и штихели используются в данной работе. Бормашина – это более грубые, так сказать, вещи получаются. Здесь требуется отточенность. Владимир Алексеевич, ну вот эта техника, она же старинная очень, да? Конечно старинная, но каждый художник, ну, мне кажется, постигает это сам, как его Господь ведет. А какая кость используется? Используется, как правило, мамонтовая кость, потому что кость убиенных животных вроде как батюшками не благословляется вырезать. А мамонты разве не животные? А мамонты, как мы знаем, вымерли давно. Вымерли во время всемирного потопа. И у нас остались большие залежи, что ли, бивни мамонта? Большие залежи, да, большие залежи не есть. В Якутии там даже есть такое понятие, кладбище мамонтов. И я так рассуждаю, наверное, мамонты, когда вода наступала во время всемирного потопа, они, ну, поднимались куда-то, и там, видимо, их уже, так сказать, настигло. Это в Севере. А ведь кость, резьба по кости, это холмогоры, это Архангельская область. Там тоже это есть? Там тоже это есть. Это традиционный промысел мастеров, но качественный бивень мамонта только в Якутии. А вот бивень моржа тоже ведь, наверное, используется? Меньше используется, потому что это убиенное все-таки животное. Эти инструменты тончайшие, ведь это же иголочка какой-то, они, наверное. Ну, это традиционные, в общем... Это старинные? Старинные, да. Это клепяки и штихели. Удивительно, удивительно. Я вам очень благодарна. Очень благодарна. И вот эта икона, около которой мы стоим, удивительная и кружева. Это тоже ведь из кости. Это из кости. Это работа архангельских мастеров, для которых характерны вот эти вот ажурные орнаменты. Замечательная работа. И вот у меня, вот ты с иконой сказал, опять я скажу, такое вот произошло, что такое маленькое чудо. Вот с этой иконой? Да. Когда я отдал делать киот, мы хотели сделать киот другого цвета, хотел Саша сделать булыген. Мы встретились, у меня есть мой друг, художница, ювелир. Она посмотрела на эту икону, сказала, какое чудо. Чудо. И потом мне говорят, слушай, я, говорит, видела сегодня во сне. И я видела ее во сне, в голубых полях. И вот я тут же позвонил Александру и сказал, что поля должны быть голубые. А кружево вот это вот, костяное кружево замечательное. Ажур. Да. Тончайшая резьба. Я могу сказать, что это удивительное чудо. Я, мы смотрели... Это холмогорская резьба? С Анастасией Авито. Посмотрели, смотрели. И увидели такую картину. Я вот это прямо скажу, как... И посмотрели. Мастер. Фамилия Титов. Маленькая такая вот на вид. Вот такая маленькая. Посмотрели, когда прочитали размеры. Мне даже стало страшно, что человек смог сделать такую большую работу по кости. И вот он к нам пришел. Удивительно скромный человек. И вот уже дальше мы сейчас с ним начинаем. Новые работы. Вот так вот и рождается. Из уст в уста. Из, так сказать, пазлы, пазлы, мозаика складывается. Да. Но это шедевр. Вот этот финифт. Это просто чудо. Я могу сказать, что действительно, когда мы ходим, здесь очень много шедевров. Потому что, когда мы начинали нашу вообще галерею, у нас был такой вот один из девизов. Каждый мастер имеет право на шедевр. И поэтому именно шедевр очень много. Ну, чтобы создать шедевр, нужно Божие произволение. Нужен дар Божий. Всякий не создаст. Скажу тебе одним словом. Верим. 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 Иконописью или иконописью, как говорят профессионалы, занимаются в основном мужчины. Но женское, такое духовное искусство было испокон веку на Руси. Мы же знаем пелены, которые вышивала святая княгиня Феврония. И вот сейчас перед вами замечательная Елена Деревенцова, которая вышивает иконы. Вышивает иконы. Леночка, скажите, пожалуйста, о Вашем искусстве хотя бы парочку слов. Это вот русская гладь в основном, да? Я вышиваю бисером, драгоценными камнями по бархату, старинной технологии прямо в начале 16 века. Ваша икона – это восторг. Это чудо. Это чудо. И вот именно по технологиям старинным, да? Да. Сейчас мало кто работает по бархату именно. А какие именно иконы? Ну, в основном мы занимаемся сейчас проработкой иконографии старинных икон, чтобы их возродить вот в точности, какие они были. Вот есть такое направление. Хотелось бы его осуществить. А у Вас ученицы, наверное, есть? Это же в основном женщины. Мужчины не могут вышиваться. Нет, я одна работаю. Это живопись иглой, правда? Да. Ну, натуральные камни, они как бы имеют свойство накапливать информацию и при молитве, когда… Именно натуральные камни? Да. Ну, с добавлением, естественно, и дополнительного бисера, и стекляруса, и… Ну, наверное, что же, что подходит под светом. И в целом состоянии, да? По-разному. А где Вы камни берете? Ну, в основном, покупаем. Потом эти камни нужно же просверлить дырочки, чтобы вышивать ими. Они закрепляются с помощью бисера. Есть определенные технологии. Или другим способом, так же, чтобы они укрепились. А у Вас кто-то в роду вышивал такие камни? Ну, у меня в роду не было. А как Вы вдруг, вот там, Господь умудрил Вас такие создавать шедевры? Ну, через скорби. Я очень просила, чтобы, да, заниматься творчеством. Мне очень хотелось. Это как бы Ваша молитва, да? Да, это моя молитва. Через мои боли и скорби. Господь дал мне то, что просило сердце много лет. Поэтому... Дай Бог Вам в Вашем творчестве преуспеяние и много лета, потому что иконы чудные. И я еще хочу сказать, вот мы, почему мы именно сегодня официальное открытие, именно 19 января на крещение. У меня произошло событие. Я еще хочу сказать о двух женщинах, без которых бы эта галерея не была, была бы невозможна. Здесь вот, это вот напротив меня мы так сидим. Портрет Вашей мамы, да? Это моя мама, Мария Николаевна. Вот. И 19 числа, когда мы с тобой вели в Кремле, когда было открытие нашей выставки с Полиной Духом Великой России, вот, у меня представилась жена. Вот сегодня год. Да, Нина. Его зовут так же, как Нина, да. Так что, Царствие Небесное. Царствие Небесное. Моим друзьям, любимым, да. Самым близким женщинам. И я хочу сказать, в этот день, этот день крещения, день радости, я хочу сказать, что мир и память всем нашим усопшим, и я верю, что они радуются с нами. Вечная память. Я вспоминаю, как отошла ко Господу Ваша супруга, это было 19-го, мы были в Кремле, с вами работали, выдержались очень мужественно, но 9-й день ее был на день ее ангела, в день святой равнопостольной Нины 27-го января. Это тоже не так просто. Николай Владимирович, но у Вас ведь не только иконы, ведь бронзы очень много. Расскажите о Ваших скульпторах. Ну, я хочу сказать, что, слышу такую банальную, но красивую фразу, рассказывать можно много и бесконечно. Вот сегодня, я могу только сказать, сказать, очень важное, но это обязательно надо сказать, это события, которых в России бывает мало, а сейчас стало очень мало, и они говорят, никому не в укор, и не в это, но вы сегодня увидите, видите, удивительную работу, полный рост, это исполин духа, это человек, по милости Божией, и с господним образом в душе, это Иоанн Васильевич Грозный, или, как я говорю, Иоанн Грозный для врагов, это собиратель земли русской, это наш духовный отец. Конечно. И вот мы сегодня первый день представляем, вы можете посмотреть, я даже скажу, сфотографироваться, не как мы фотографируемся ради для чего-то, а фотография с нашим царем и былинным богатырем, можно сказать так, потому что он уже становится и героем былин, можно так сказать, и слова, и для меня очень рад, что очень многие люди приходят к этому пониманию, уже, по-моему, в том году была впервые выставка в Манеже, и было сказано, что, это я сейчас скажу, что действительно, это мы должны знать, это и мой долг, и моя честь показать, что Иоанн Васильевич не то, что не убивал своего сына, то, что это гнусная клевета, которая темным пятном ложится на весь наш народ, темным пятном ложится на весь, и передается из поколения в поколение. А что передается? Если мы сейчас вдумаемся, у нас у всех, нам всем станет страшно, первый помазанник Божий, нам говорят, что он посигнул на жизнь своего сына. И мы хотим, после этого, после этих слов, которые не должны произносить уста, чтобы развивалось наше государство, да мы сами себя сакрально уничтожаем этими словами, а словом можно убить. И мы себя этим словом убиваем. А вот я верю, что сейчас мы нашими словами нас рождает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok